МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир на канале Россия-1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И далее коротко о главных событиях дня. Куда потратить 500 миллионов? Бюджет Хакасии сбалансируют за счет финансовой помощи из Москвы. Новосел Погорелец. Сиротей из Райкова выделили вместо дома сгоревший остов. Национальная песня поразила столичные жюри певец из Хакасии в финале всероссийского вокального конкурса. Выброса Аммиака в Абакане не было. Сегодня столица Хакасии была буквально взбудоражена сигналом ОЧС, переданным с мясоперерабатывающего завода. В районе двух часов дня сработала система оповещения. Ложное сообщение о том, что на предприятии произошел выброс, автоматически было передано во все оперативные службы и на телевидение. Тем временем на самом предприятии успокаивают. Система оповещения сработала по неосторожности человека. Завод работает в штатном режиме. Специалисты МЧС поясняют, если бы действительно случилась авария и население угрожало опасность, электрические сирены в городе звучали бы непрерывно, привлекая максимум внимания горожан. Также непрерывно, повторяясь по ТВ и радиоканалам, в случае ЧС будет звучать речевая информация о том, что произошло и что необходимо предпринять. Локальная разовая сработка электросирены и сообщения, оборванные на полусловие, не должны вызывать паники. До конца года Хакасия получит дополнительно 500 миллионов рублей из федерального центра на то, чтобы сбалансировать республиканский бюджет. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи главы Хакасии Виктора Зимина с министром финансов России Антоном Силуановым, которое состоялось накануне. В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся бюджета республики на 2013-2014 годы. Напомню, мировой финансовый кризис сильно ударил по крупнейшим налогоплательщикам республики, из-за чего в этом году бюджет Хакасии недополучил около 4 миллиардов рублей собственных доходов. Тем не менее, глава Хакасии поставил задачу перед правительством создать на следующий год бюджет развития, а не экономии. От этого зависит выполнение всех социальных задач и программ, которые реализуются в регионе. Итогом переговоров стало решение о финансовой поддержке республики. В Хакасию из Москвы уже поступило 186 миллионов рублей, а до конца года будет перечислено еще 500 миллионов. Положительная реакция у нас, что действительно мы не самоедаем и не проедаем деньги. Ситуация сложилась так на рынках Европы, мировая экономика сработала. Есть большое желание республике помочь. Я надеюсь, что в течение двух недель уже пойдет регулировка. В Хакасии начался отопительный сезон и сразу принес проблемы. Трудности возникли в Черногорске. Хактэ к этому моменту запустил все котельные, однако в квартирах батареи теплее от этого не стали. В каком этапе потерялось тепло, выясняла Елена Крылова и Антон Михайлов. Похоже, что в Черногорске все лето готовились не к зиме, а к съемкам фильма про войну. Декорации готовы. Выглядит так, словно здесь бомбили. Но нет, это городские власти принялись улучшать жизнь на улице Менделеева. В соседнем квартале масштабы поменьше, но смысл тот же. И такие окопы практически по всему городу. Что думает администрация, вообще непонятно. То есть они начали ремонтировать уже осенью, по сути? В сентябре. В начале сентября начали ремонтировать. Это вообще, ну, и не только здесь же. То же самое по Пушкино творится, разрыто. То есть у нас коммунальная служба, я не знаю. Хуже, вот я 60 лет живу в городе Черногорске, хуже никогда не было. Почти центр Черногорска – сталинские двухэтажки. В них изначально ни горячей воды, ни отопления нет, а люди рады. У нас печное отопление, то есть когда захотели, тогда затопили. Для нас вот это было вообще счастье. Зиму пережили без проблем. Вот соседние дома у нас подключены к центральному отоплению, но печки они не разбирают. Нет-нет, мы смотрим, да, дымок у них валит и струн. То есть подтапливает. А вот в городской мэрии, хоть и в самой сегодня батареи холодные, чиновникам от работы жарко. Сегодня утром они провели специальное совещание и пришли к выводу, что с отоплением полный порядок. Всё идёт по плану. У нас в соответствии с постановлением отопительный сезон начат 25-го. В течение трёх дней расписан график, который согласован с теплооснабжающими организациями на запуск жилых домов. И сегодня мы планируем до 17.30 произвести запуск всех домов. Всё же отдел коммунального хозяйства города люди очень хвалят. Ведь когда звонят с жалобами, чиновники подружески советуют, где можно выгодно купить обогреватель или водонагреватель. Гнев жильцов многоквартирных домов падает на хактейк, и он в обиде. Котельные топят, а тепло не идёт. Тепловики даже монтируют специальные установки, и воду в теплотрассах они будут охлаждать. В этом году в городе закрыли две маленьких котельные в центре, потому что они сильно дымили. Вместо них дома будут отапливать через центральный тепловой пункт за 32 миллиона рублей. Несмотря на то, что работы ещё идут, сегодня его запустили. А теплотрассы в городе обещают закопать в ближайшее время, по крайней мере, до сильных морозов. Елена Крылова, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Около 80 человек из Хакасии продолжают оставаться на Сахалине, в городе Ахан, в ожидании заработанных денег. Как утверждают работники, то, что предприятиям предлагает в качестве зарплаты сейчас 70 тысяч с вычетом авансов, расходов на содержание обратной дороги, это треть от реально заработанной суммы. На данный момент бухгалтерия выдала расчёт 48 сотрудникам. Вторую партию рабочих предприятий должно было рассчитать сегодня, но не сделало этого, бухгалтеры не успели. Почти все обманутые люди намерены оставаться в Ахе до последнего и добиваться справедливости. Обсудить эту ситуацию мы пригласили в нашу студию уполномоченного по правам человека в Хакасии Александра Чистотина. Уехало, по информации этих потерпевших, только порядка 8 человек. Уезжало больше, но несколько человек удалось вернуть, когда им сказали, что здесь подвижки положительные есть и возможность есть, всё-таки деньги свои получить. И сейчас люди находятся в следственном отделе Следственного комитета России Следственного управления по Сахалинской области, такое длинное название. И их опрашивают на предмет той ситуации, в которой они оказались. Уголовное дело в настоящее время пока не возбуждено. Непригодный для проживания дом сироте. Устебаканские власти бесплатно выделили Любови Шелковой полагающийся по закону дом в селе Райково. Впрочем, счастливого новоселья не случилось. От отчаяния девушка обратилась в нашу редакцию. С ней встретился Константин Кравцов. Вот как здесь жить? Чьи-то вещи вообще здесь лежат. Лемонт, ничего нет. Это сейчас Любовь Шелкова горько шутит. Когда жила в интернате, о таком даже не мечтала. Не дом, а настоящее пожарище. Девушки подарили власти в селе Райково. Были обязаны по программе поддержки сирот. Но здесь не то, что жить. Находиться жутко и опасно для жизни. Если будешь ремонт делать, здесь потолки все обвалятся. Когда его заливали водой, все потолки обвалятся. Потолку здесь делать. Особенно маленький. Должны давать и ванну, чтобы было, и туалет в доме. А здесь ничего нет. Притом, все эти вещи, вероятно, принадлежат прежним хозяевам, которых уже нет. В прямом смысле. Страшный пожар в этом доме случился еще в 2010-м. Тогда здесь погибла целая семья из трех человек. Предоставляя жилище сироте Любови Шелковой, местные власти пообещали провести здесь срочный ремонт. Но прошло три года, и вот результат. Впрочем, у здания появилась новая крыша. Но много ли в этом толку? Получается, чиновники просто дали сироте то, что было. А какое состояние жилища – дело второстепенное. Главное, видимо, поставить галочку в отчете о выполненном деле. Я вам один дом покажу. Там никто не живет. Хозяева за реку переехали. А пешек там есть? У-у-у, в полкухне. Глава райковского сельсовета Анатолий Сараев, вселивший сироту в аварийное жилье, сегодня оказался в отпуске. Встретиться с ним не так-то просто, точнее, нереально. Не берет сотовый. К слову, другие представители сельской администрации признались, проводить ремонт в подарочном доме Любови Шелковой просто не на что. Бюджет слабоват. Так или иначе, к делу подключилась районная прокуратура. Надзорники через суд вступились за сироту. Причем в ответе здесь не только сельсовет, но и районные чиновники. Было установлено, что жилое помещение фактически предлагалось Шелковой Любови Фалерьевне администрацией райковского сельсовета. Вместе с тем, надлежащим ответчиком является администрация Устебаканского района, которая на сегодняшний день должна исполнить судебное решение. То есть районные власти обязаны в течение 2013 года предоставить Любови Шелковой достойное жилье. Иначе принуждать к этому их будут судебные приставы. Пока же девушка с 4-летней дочкой скитается по общежитиям. Так уж получилось. Пойти сироте больше некуда. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Антон Новожилов. Вести. Хакасия. Певец из Хакасии Руслан Ивакин стал финалистом всероссийского конкурса «Я артист». Победить на очередном этапе ему помогла песня на хакасском языке. Участниками первого дня полуфинала стали 52 конкурсанта, успешно прошедшие предыдущие этапы конкурса. В номинации Руслана исполнитель авторской песни у него было 11 соперников. Из Москвы, Краснодара, Астаны. Экспертное жюри голосования выбрало всего четверых. Среди них и Руслан Ивакин, набравший 100 баллов из 108 возможных. Певец исполнил композицию «Степной мираж». На сцене он был в образе древнего охотника. В песне рассказывается о том, на что готов мужчина, чтобы найти себе спутницу жизни. Финал конкурса «Я артист» пройдет в Москве 6 октября. В случае победы Руслан получит главный приз – сертификат на создание клипа и его трансляцию на федеральном музыкальном телеканале. Супер бабушки живут в Хакассии. В преддверии Дня пожилого человека в Абаканском центре культуры имени Кадышева прошел первый республиканский конкурс творческих инициатив пожилых людей. Претендентки на победу 14 дам от 60 до 75 лет. Задания бабушки получили непростые. Спеть вместе с профессиональным вокалистом, станцевать вальс и даже выдержать дефиле в вечернем наряде, сшитом своими руками. Участвуя в конкурсе «Визитная карточка», участницы рассказывали о себе и своих близких. Для жюри самым приятным конкурсом стало супер-меню от бабушки. Шедевры домашней кулинарии можно было попробовать. Причем свое блюдо пенсионерки должны были еще и необычно прорекламировать. У меня 4 номинации все были интересные. Разве плохо я своими стихами рассказала свою биографию, сочинила, выдала, пела песни, спели дуэтом. Победительницы конкурса Алли Коваленко из города Абакана организаторы подарили телевизор и путевку в Черногорский реабилитационно-оздоровительный центр. Все участницы первого республиканского конкурса «Супер бабушек» получили памятные призы. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте вести.фисхакасия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам выходных. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА